Далее к новостям экономики. Белгородцы берут в ипотеку все более внушительные суммы. Почти на полмиллиона рублей вырос средний размер жилищного кредита в регионе всего за один год. И это при том, что количество выдач снижается. Что это говорит нам о белгородском рынке недвижимости, спросим у Елизаветы Верещагиной. Лиза, привет. Привет, Алексей. Но ведь ипотека становится крупнее из-за того, что квартиры дорожают. Такова ведь логика? Так и есть, за год они выросли синхронно. Теперь в регионе рост ипотеки прибавил 16%. Ровно столько же цена квадратного метра в новостройках области. Если год назад белгородцам хватало занять в банке 2 миллиона 900 тысяч рублей, то теперь для покупки квартиры в среднем берут 3 миллиона 370 тысяч. При этом количество выдач таких кредитов действительно снижается. Причем уже не первый год. С января по март, по данным Центробанка, белгородцы взяли менее 3 тысяч ипотек. И это минимум за последние три года. Очевидно, что спрос падает не от того, что жилье стало не таким востребованным. Просто оно все менее доступно для людей даже в кредит. На этом графике Сбериндекса видно, как росла стоимость квадратного метра в белгородских новостройках за последние годы. В марте средняя цена была 104 тысячи рублей, в марте прошлого года около 90, а три года назад 53 тысячи. То есть вдвое меньше, чем сейчас. Именно тогда, весной 2020-го, началось резкое удорожание, которое продолжается до сих пор. Лиза, но ведь весна 2020-го – это как раз начало пандемии. Ну, со всеми вытекающими из этого последствиями. Объясни, в чем же связь? А еще это время введения льготного кредитования, когда люди могли взять жилищный кредит на доступных условиях под невысокий процент. В банке сразу подтянулись желающие купить жилье, при этом квартир на рынке больше не стало, потому и цены пошли вверх. В прошлом году, когда из-за кризиса и роста ставок спрос на жилье упал, застройщики придумали новый способ, как вернуть покупателей. Они стали предлагать беспроцентную ипотеку, но при этом еще больше увеличили цены. Кстати, с мая Центробанк начал вводить ограничения для банков, чтобы те перестали выдавать ипотеку по экстремально низким ставкам. Регулятор считает это порочной практикой, которая взвинчивает цены на жилье и делает его еще менее доступным для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова